Умники и умницы по Наринмарске впервые в Нинецком округе старшеклассникам из 12 образовательных учреждений со всего округа выдалась уникальная возможность проверить свои знания в интеллектуальной игре на тему «Нефтегазовая промышленность НАО», которая так и называется «Умники и умницы». Посмотреть на интеллектуалов и проверить свои знания отправилась наша съемочная группа. Все, как в известной телевизионной передаче «Умники и умницы», агонисты, ордены и ариопак, то есть жюри из трех судей. Единственное отличие – это дорожки, их четыре вместо трех, ведь принять участие в этой интересной игре заявилось много ребят. Среди них десятиклассница Олеся Пахомова. Девушка, признается, как узнала об этой викторине, сразу решила принять участие и начала подготовку. Да, готовилась, сходила в библиотеку и в Кривический музей. И что-то читала книжки или как, или что-то делала? Да, взяла книгу и посмотрела некоторые места расположения, где находятся наши нефтебазовые. Вопросы подготовили самые разные. Например, где была получена первая нефть в округе, как называется рабочая смена буровой бригады, жидкий продукт, который применяется в качестве топлива для паровых котлов и многие другие вопросы, которые были разработаны работниками Департамента образования, культуры и спорта, методистами Центра развития образования и представителями нефтяных компаний. Среди них и видео-вопросы, которые произвели на ребят особое впечатление. Как называется скопление нефти, газа, конденсата, сосредоточенных на рушке и ограниченных водонепроницаемыми пластами в количестве, достаточном для промышленной добычи. И это, как оказалось, не самое сложное задание. Наибольшее затруднение у ребят вызвал видео-вопрос от губернатора Игоря Кошина про символику Ненецкого округа, а точнее, что означает каждый символ и цвет, расположенный на флаге округа. После долгого размышления ответ все-таки прозвучал, но интеллектуалы свои пробелы осознали и пообещали жюри их заполнить. И если вопросы были тщательно продуманы, то вот сама идея проведения подобной игры появилась внезапно. Это совместная мысль, совместная идея была, когда в июле месяце решался вопрос о праздновании дня рождения Ненецкого автономного округа 18 сентября. И обсуждалось, как же мы... И компания «Большой нефтьполюс» решила выделить призы для обучающихся образовательных организаций. Совместно и пришла вот такая идея, что для маленьких они принимают участие в конкурсе рисунков по теме «Ненецкий автономный округ, нефтяной край». Обучающиеся пятых, восьмых классов, они принимали участие в викторине, в мой родной Ненецкий автономный округ. А вот для старших ребят мы решили... Ну, мы сомневались, хотели сначала защиту проектов, еще какую-то, может, презентацию. Но в ходе коллективного обсуждения пришли к решению провести интеллектуальную группу. Компания «Большой нефтьполюс» приняла самое активное участие. В рамках соглашения были закоплены призы и подарки участникам всех мероприятий в рамках празднования Дня образования округа и Дня нефтяника. Для трех победителей, одним из которых стал ученик 11-го класса Александр Сисей, были приобретены планшеты. После замечательной игры и внушительного подарка молодой человек задумался, а не пойти ли ему в нефтяники. Теперь, может быть, даже задумываюсь о том, что, может быть, все-таки свою жизнь связать с нефтяной промышленностью. Ну, буду еще думать. Как раз 11-й класс – самое решающее время для меня. Ну, вот буду думать. Победители и призеры всех конкурсов и викторин будут награждены в рамках торжественных праздничных мероприятий Дня округа и Дня нефтяника.